Ну что ж, продолжим работу над нашим вороньим героем. Дело в том, что я решил здесь поставить еще заклепочки на хвостах. Как бы немножечко это дело украсить. А то потом заленюсь или времени не хватит и не сделаю. А оно, каждая мелочь, важна. Поэтому затратим немножко времени и сделаем такие механические украшения. Настала пора теперь обклеить уже вот тут небольшими крылышками. Но так как эти у меня слишком маленькие, то я ничтоже семняща. Я сейчас взял еще большую крылышку и теперь я их наклепаю тут. И по тому же самому принципу обклею вот эту часть. То есть вот здесь мы сейчас начнем с вами делать. Дальше. Единственное, что мне немножко пугает, это вот слабые вот эти места. Я боюсь, что они начнут гнуться. Но армирование ставить в маленькие перышки, это на мой взгляд перебор. Относительно маленький. Поэтому я подумал, что, наверное, я сделаю следующим образом. Я сейчас пройдусь здесь сначала. Вот эти маленькие сделаю. Ну, как маленькие? Относительно маленькие, да? Ну, вот видите, они уже как бы, они очень гуляют. И когда я буду их запекать, я боюсь, что они как раз и начнут вот туда все гнуться. Ну, рано или поздно это произойдет. Даже просто от времени они могут начать уходить. Поэтому я думаю, что мне придется вот здесь усилить их армированными. Уже побольше такие крылышки. И армированные. Тогда это все будет держаться. А так... Это все такое... Ну, уж очень такое нежное. Прямо как настоящие крылышки, перышки. Оно-то хорошо, но для модели, для обжига будет не очень. Так, вопреки моим опасениям, я вижу, что все держится. Ничего не упало. Ну, тем лучше. Так, давайте вот такую красивую закрывашечку сделаем на пропеллер этот. Наверное, с обоих сторон. Что-то придется делать. Там и там должно быть красиво. Ну, поэтому 4 штуки сделаем. Тем более, что это не сложно. Сейчас я покажу, как я это делаю. То есть, я беру вот такую мензурочку. Или пробирочку. Раскатываю на 4. На 4. На 4. На 4. Раскатываю. Так. Так. Еще разок. Эх, полосы, полосы. И потом я делаю следующим образом. То есть, я одеваю сюда. Таким образом, я получаю сразу закругление. Чтобы на дальнейшем закрыть это все, я сразу же мягкий такой бортик сделать. То есть, я сразу вырезаю, но не убираю это на всякий случай. Теперь отрезаем лишнее. И по краям делаем такие заклепочки. Сюда ставим. И в итоге получим вот такую красивую крышечку, которой закроем уже наш вентилятор или пропеллер. Так, все вроде складывается хорошо. Я сделал вторую уже нитку. Скажем так. Вот так. Склею их. А здесь поставим нужный нам защитный кожух. Сделал я это, в общем-то, совсем простым способом. Я взял, раскатал на четверочке. Лист. Потом поставил сюда этот кружочек, который здесь у нас будет. Отметил примерный радиус. И потом просто-напросто разделил вот так на кусочки. Как бы создал такие металлические перышки. Обрезал здесь края. Таким образом у меня заострилось это все как и нужно. Здесь я по всему периметру сделал. Такие пимпочки. В которых уже потом с помощью шлица сделал такие вот. вот. И все. Запек, как на ваших глазах разломал на части, и сейчас начну склеивать. Сразу тут установим ему патрубок. Так он будет лучше держаться. Так. А потом уже наложим всякие такие окончания. Но сначала надо будет заделать концы. То есть я сейчас отправлю ее запекать вот в таком положении. А потом уже займемся украшателем. Это будет у нас правый. Ну да. Так. Отправим. Запечу. Так. Нам чем заняться пока то, другое, третье? Так. Нам необходимо вот здесь вот эти места перекрыть. Вот здесь. Вот здесь. Тут по идее есть одна такая идея. Ну сейчас попробуем ее. Ох уж этот пернатый, пернатый. От слова перья. Я уже сколько сделал этих перьев. Я уже не... Уже со счета я сбился. Вчера было 180, по-моему. Сегодня я уже не считаю практически. Что я хочу сделать? Пора начать уже обклеивать нижнюю часть. Сначала я возьму большие перья. Пройду пройдусь ими вот здесь везде. Тут укреплю. То есть вот в этом месте сначала я пройдусь. Все. Потом мельче, 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 мельче и до самого вот тут конца. То есть сейчас пойдут одни перья. Это уже пройденный этап. Мне интересно. Оставлю себе. Пока птичка там в очередной раз в парилке. Я решил сделать вместо вот этих пропеллеров я решил сделать более современные такие турбинки. Они смотреться будут лучше. Помните мы с вами делали эти крышечки. Вот эти где они у меня крышечки. Ну вот эти вот. Вот эти. И вот вот это у нас оставалось. Вот теперь чтобы она не пропадала. я сейчас нарежу тут таких лопастей с помощью ножниц. И изображу такую турбиночку с пимпочкой на конце. Я думаю будет симпатично. то есть вот такое я вырежу. лопасти у нас уже вырисовывается. Так. Здесь еще. Вот. А наверх такую пимпочку знаете как у винтокрылых машин. Такую вот сделаю. И поставлю внутрь. Будет вот такая симпатичная турбинка. �따 с привет Hanis остались немец чтобы вот unmute сам дизей weitere камни пи камни к под wach г Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Не хочется встывать, но ничего, сейчас поставим как надо. Встала еще одна турбина, и изнутри еще, здесь и здесь. Тут у меня уже готовые, сюда поставим и сюда поставим. Все готово, он у нас летучий, смотрится совсем неплохо. Еще и на просвет работает. Ну вот, один такой у нас бак получился, хороший получился бак. Так, в своем молде я сделал еще тут такую вертушечку. Сделал здесь усилительные такие обручи, вывод сделал на правую сторону. Теперь мне надо сделать то же самое, то есть я возьму опять же свой штыречек, обмотаю его, сделаю трубку, а из трубки уже создам вот такой бачок. Ну, чтобы время сэкономить, я второй раз... так. Если... Так. Ну, давайте мы теперь... Так, правый бак у нас готов, получился хорошо, со всякими прибамбасами, давайте сейчас сделаем еще и левый. Для начала возьмем кусочек глины, раскатаем, это смажем сразу же вазелином, чтобы не прилипало. Так, раскатаем мы на двоечки, чтобы уже хороший такой был у нас бачок. Вот так завернем сюда, отрежем лишнее ненужное. И закатаем. Так. Вот так вот. Посмотрим длину первого бака. Где-то вот так. И сделаем его точной копией. И прежде чем мы отправим это запекаться, давайте сразу патрубок поставим вот сюда. Теперь уже в эту сторону будет патрубок. Вот сюда вот мы его поставим, предварительно чуть-чуть отрезов, слишком большой. Вот так смажем и поставим запекаться. А все остальное уже после запекания сделаем. Немножко прижмем, чтобы не был совсем уж круглый. Запечем, а потом все остальное будем делать. На этом первая часть видео будет закончена. Не пугайтесь, видео уже полностью сделано. Я просто делю его на две части, чтобы не было слишком уже тягомотное и большое. И грузить я буду сразу же одну за другим, так что